Собор Спаса на Крови за последний год посетил около 4 миллионов человек. И кто-нибудь из них однозначно задумывался о том, где бы неподалеку бюджетно пообедать. Поэтому я продолжаю исследовать места в Петербурге, где обед на человека стоит до 500 рублей. Сегодня прогуляемся вдоль набережной канала Грибоедова. Начнем с самого популярного места, столовой номер один. Очередь. И тут жутко пахнет рыбой, какими-то рыбными цептельками. Запах не очень аппетитный, да и открытые витрины, когда можно протянуть руку и взять пирожок, смущают. Это просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. Весь этот набор стоит 317 рублей. Самое дорогое из всего этого окорок по весу, мне дали такую бумажку. Окорок стоит 202 рубля. Борщ очень жидкий, мяса тут практически нет на 55 рублей. Курица вкусная. Макароны испортить нельзя. Запьем все это компотиком. За эту сумму просто огонь. Но к санитарным нормам есть вопросы. Места однозначно не для призгливых. Жирные подносы и не очень чистые столовые приборы. Я сюда точно не вернусь. Следующая точка моего маршрута – кафе Крипто в Казанском соборе. Одно из значений слова Крипто – Нижняя Церковь. А в Древнем Риме Крипто и называли любое сводчатое подземное помещение. Интерьер тут простой, но приятный. Вода в неограниченном количестве бесплатна. Суп и второе без гарнира вышло на 510 рублей. Итак, суп грибной. 260 рублей порция. Она достаточно большая. Тут сметана, зелень. Много-много начинки назовем. Вот так. Сейчас будем пробовать. Это вкусно. Да, суп однозначно класс. И шницель. Порция стоит 250 рублей. Один помидор, черри, зелень и кетчуп. Шницель как шницель. Вкусно, но не могу сказать, что это что-то необычное. Обычный шницель. А необычно то, что ты находишься под Казанским забором. Как вы уже поняли, сюда бы я вернулась. А вы знаете, что спас на крови горожане называли спасом на картошке? И это абсолютно не шутка. Дело в том, что после прорыва блокады, до окончания войны, в храме находилось картофелехранилище. И эта картошка спасла жизни многих ленинградцев после тяжелого блокадного голода. Смеркалось. И из открытых бюджетных заведений остался только пироговый дворик. В пироговом дворике отличные обеденные предложения по будням до 6 часов вечера. Я пришла чуть позже, поэтому мой обед получился в 468 рублей. Котлеты-зиндейки с брухой и сыром. В целом пироговый дворик это неплохо, но котлета могла бы быть посочнее. Кто ищет, тот всегда найдет. И даже в таком туристическом месте каждый может найти что-то на свой вкус и кошелек. С вами была Елизавета Ковалева. Всем приятного аппетита!